Всем доброго времени! Сегодня мы поговорим об очень интересных покупках из Турции, которых вообще я не подозревала, что я это куплю. Уверяю вас, вы такого не видели и вам должно это очень-очень понравиться. Если интересно, оставайтесь. Всем доброго времени! С вами я, Элитка Гадалка и канал Ироничная Таро. Сегодня я расскажу о своих самых интересных приобретениях из Турции, которые могут вас заинтересовать, если вы едете тоже в Турцию. И расскажу цены, расскажу где и за сколько я покупала. И немножечко расскажу о каких-то интересных фактах, особенностях, о которых, может быть, вы и не знали, которые будут вам интересны. Вот купила вот такой вот шар. Вот так вот выглядит. Надеюсь, он будет постоянным спутником моих видео. Вот так вот. Такие биотоки. Это ночник. Это ночник. Вот такой вот шар на самом-то деле. Ну и, естественно, шар с сюрпризом. Сейчас я включу видео, и вы поймёте, какой здесь сюрприз. Раз. И два. Всё становится понятно. Это баба-яка. Она была одна, её никто не хотел покупать. Ну, в целом, в Турции это не очень приветствуется тема эзотерики, карт. Я так поняла, это у них не особо, да, у них. Я отдельное видео сниму об этом тоже. Что там, как там гадают, что там делают. Вот. Но мне она настолько понравилась. Она настолько похожа на меня в старости. У неё такой же формы нос. Такая же форма бороды, что я просто, ну, не могла не купить такую красавицу. Да, единственное, у неё волосы более рыжие, но это не проблема. Это можно сделать. Такой, собственно, вот такая красотка. И обошлась эта прелесть мне 20 долларов. Это была цена до скидки. И уступили мне её за 10 долларов. 10 долларов он мне её отдал, потому что, ну, вообще её никто не хотел брать. Я отдал её без коробки, но потом я и коробку у него выбросила. Всё нормально заверну. Нормально она доехала, очень я переживала, доедет ли она вообще. Потому что вещь достаточно хрупкая, но мне она очень понравилась. Будем надеяться, что можно будет загадывать желание у неё. Вот такая баба-яга. Прошу любить и жаловать. Следующим интересным моментом это турецкие карты, игральные карты с видами всевозможных панорам Турции. Я тоже каждую карту покажу. И очень мне понравилась посуда. Турецкая посуда, товарищи, это что-то с чем-то. Это что-то особенное. Почему? Потому что я такой посуды у нас не встречала. Каждая тарелочка расписывается вручную. И каждая тарелочка, помимо того, что она уникальна, она ещё имеет такие элементы объёмные. Вот эти все капельки, они объёмные. И она очень красива, вот как эффект 3D. Губы у рыбки, вот эти пупырышки. Плюс здесь на очень-очень многих тарелках есть священный для Турции цветок. Это тюльпан. Почему он священный? Потому что в слове Аллах и в слове тюльпан есть одни и те же буквы. Форма посуды обычно круглая. Размеры самые разные. Считается, что рыба приносит деньги. Но здесь с турками я солидарна. Красный цвет также считается приносит деньги. И вообще считается одним из самых сильных. Турки любят красный цвет. Вот такая для соусов, для мёда, для соусов. И вот такая тарелочки. Вот такие две парные рыбки. Но я решила, я стараюсь брать пар на всё. И вам тоже советую, если вы хотите быть в паре, чашки в паре брать, тарелки. Вот такие. Вот такие. И надо сказать, что посуда делается из белой глины. И сверху они покрывают определённым раствором, который содержит свинец. Она за счёт этого считается очень крепкая. И говорят, что её не так просто разбить. Написано вот хендмэт. Я не проверяла. Я не проверяла, когда я ругаюсь, я посудой не бросаюсь. И если уж ругаться буду, то эту посуду я не буду бросать ни в кого. Вот такая тарелка. Они все очень-очень уникальны. Никогда бы не подумала, что я как бабулька буду вот любоваться красотой посуды. И вот такое покупать. Но мне она действительно очень понравилась. Её можно рассматривать сейчас сами. Вот помните, были калейдоскопы раньше? Ну, они сейчас, наверное, есть. Вот у меня подобное вот состояние и от этих тарелок. И мне захотелось поделиться с вами. Ну, несколько человек, близких, мне говорят, слушай, а зачем ты это будешь снимать, показывать? Ой, слушайте, тут какой-то листик. Чем ты будешь это снимать, показывать? Мы с неё ещё не ели. Люди водка, кому что-то не интересно. Ну, вот мне захотелось показать, чтобы вы знали, что в Турции вот такую посуду можно и нужно покупать. Она красивая, она необычная. И это всегда память о тёплых этих краях в этом удивительном месте. Вот, собственно, вот такой набор посуды. Ещё чашка где-то была, ну, в таком же тоже стиле цветном прорисовке. И вот такая пепельница. Сейчас покажу. Вот такая. Вот. Причём они мне сказали, что турки с собой носят маленькие пепельницы, если они где-то курят в общественных местах. То есть он спросил вам маленькую пепельницу или побольше. Ну, я взяла побольше. Вот так она выглядит. Вот. И что я могу ещё сказать? Вот этот вот набор посуды с магнитиками, магнитиков и картами, вышел мне порядка 52 долларов после продолжительного торга. Какие виды магнитиков? Ну, традиционный Назар, который считают защитой от зависти, защитой от сглаза, защитой от всего наносного. Считается, что девушка дала своему любимому вот этот талисман, и он вернулся живым и невредимым в сбоя. После этого вот именно в Турции традиционный амулет оберег от всего плохого, от чужих завистливых глаз. Знаю, что традиционные люди, поведающие ислам, против этого. Но, тем не менее, даже на самолётах турецких некоторых есть вот этот вот глаз. Даже на авиалиниях. То есть турки в это верят. Это хорошо продаваемый бренд. Чаще всего выполняется на синем вот таком закалённом стекле. Это магнитик. Ну, даже вот на вот таких магнитиках тоже он попадается. Это именно место гейнюк, там, где мы были. Что касается черепах, я их не видела. Ну, вот смотрите, здесь шлёпанец, тюльпан красный. В основном у них черепаха. Вот такой символ гейнюка. И вот такой вот ещё магнитик привезли. Тоже есть традиционный глаз. И вот такие вот внутри раковины. Это место кемер. Мы там тоже были, он мне понравился. Ну, и, собственно, в виде раковины вот такой вот магнитик. Ну, теперь я покажу вам виды панорамок из Турции. Сразу скажу, что карт для гаданий, для предсказаний в Турции нет. Поэтому я купила вот такие вот карты. Вот. Но здесь тоже меня ждал приятный сюрприз. Две вот эти вот карты. Ай, не хотят вылазить. Сейчас покажу. Такая рубашка у карт. Красивая. И вот такая вот карта последняя. Вот и вот символ флаг Турции и Назар. Вот такие две карты. Ну, а теперь посмотрим панорамки. Это кемер. Вот так выглядит. Такая панорама. Красивая, живописная. Кемер. Мне нравится, что там есть горы. Он похож чем-то на Крым. Но, во всяком случае, мне напоминает. Горная местность. Легче дышать. Легче переносить жару. Это фетия или фехия. Вот такое место. Это белик. Вот так выглядит. По муколе. Замечательной красоты место. Была в этом году. Очень мне понравилось. Видео не делала. Но это стоит того. Может быть, в следующем видео я расскажу об этом месте. Замечательно. Бельдиби. Бельдиби. Тоже очень красивая панорама. Алания. Дидим. Вот такая интересная. Очень много интересных мест. Я не знаю, почему говорят, что в Турции только вот те линии отдыха и все. Очень много экскурсий можно сделать для себя. Фазелис. Также я хотела снять отдельное видео. По целом. По гостинице. По каким-то подводным камням, которые туристы влазят. И по вещам, которые не связаны с эзотерикой, на своем втором канале хочу разместить. Вот такая карета. Посмотрите, какие черепахи классные. Наверное, эти черепахи у меня и на магнитике здесь. Рафтинг. Турция. Бельдиби. Вот можно так колоду взять и сказать, в какое место нужно в Турцию ехать в следующий раз. Либо на какую экскурсию. Вместо КАС. Может быть, я и сделаю такое онлайн-гадание. Вот это вот Святого Николая. Очень интересная экскурсия. Это считается святое место. Храм Святого Николая. Плод до того, что там прикладываешь свою любую вещь, и она освещается. Всем советовали посетить. Считается, что там хранятся мощи Святого Николая. Это храм его. Ну, интересно очень место. Анталья. Алания вот такая. Мура. Ну, не Мура же, Мура, наверное. Снова Памуккале. Вот Памуккале очень энергетическое место. Мне посоветовала Наташа. У меня есть девочка хорошая со Штатов. Надо поедать в Памуккале. Конечно, ехали, 8 часов потратили. Но это реально стоило этого. Анталия. Вот. Так что, кто не был в Памуккале, тот не видел Турции. Не знал, что вообще. Восьмое чудо света такое бывает. Это реально восьмое чудо света. Это просто нужно видеть. Аспендас вот такой. Марморис. Бодрум. Святая Мария. По некоторым источникам считается, что ее успение, ее мощи тоже находится в Турции. Кемер. Вот такое место. На средин носа. Сидея. Далян. Вот такой вот. Еще Сидея. Алания. Еще Сидея. Вот такой. Там очень красивые колонны вообще встречаются. Вот. В Памуккале. Хамам. Турецкий традиционный. Кумко. Кемер. Я, кстати, традиционно в хамам турецкий не попала. Может быть, даже в следующем видео расскажу, почему. Кемер. Вот это традиционно. Это башня белая. Гордость Турции. Кемера. Да, извиняюсь. Мне нравится это здание. Красивое. Алания. Не, самая главная гордость Турции, это, наверное, сами турки очень хорошо, уважительно, ну, лично для меня себя показали. И, ну, в целом, они, они, вот, продавцы от Бога. Им никакие маркетологи не нужны, никто. То есть, хочется покупать, хочется возвращаться. И хочется торговаться, и хочется, вот, рассказать другим людям, чтобы они тоже приезжали. Вот это, наверное, самое главное. Вот. Ну, вот такое вот небольшое видео получилось в этот раз. Я надеюсь, оно вам понравилось. Делитесь видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И очень скоро выйдут новые видео. Напишите, на какие темы вы хотите новые видео. Напишите, нравится ли вам такой формат. Посуду я не продаю. Это не магазин на диване. Просто захотелось вам показать немного красоты. И, да, еще вот такая ваза тоже привезена в Турции. Тоже я вам ее сейчас покажу. Я просто забыла ее показать. Все знают, что я привезу цветы. Вот такая красота. Я ее купила уже в самом-самом конце. Но я не могла себе отказать такой красоте. Просто. Вот. Ну, на этом все. Надеюсь, это видео вам подняло настроение. Надеюсь, вы уже поняли, какие покупки покупать, если вы поедете в Турцию. И желаю вам приятных впечатлений, приятных эмоций сегодняшнего вечера. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok